Всем привет! Меня зовут Юлия, вы попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И сегодня речь пойдет о локонах. Меня очень часто спрашивают, как я делаю похожую прическу, как я накручиваю свои локоны, какой плойкой, какими средствами для укладки пользуюсь и так далее. Сегодня обо всем вам обязательно расскажу и детально покажу, как я что делаю. Здесь нет ничего абсолютно сложного. У меня на эту прическу ходит буквально 15-20 минут. Я думаю, что каждый из вас справится с таким простым заданием. И самое главное, мы сегодня будем тестировать новую плойку. Вот такую вот красивую розовую, у которой просто миллион насадок и у которой есть одна очень крутая функция. Поэтому давайте будем начинать. Изначальное состояние волос у меня вот такое. Я их просто вымыла и посушила, больше ничего с ними не делала. И кудри мы сегодня будем делать с помощью вот такой вот крутой и новой моей плойки. Очень давно хотела плойку со сменными насадками. То есть у этой плойки целых 4 насадки. Самая большая это L. Вот такая вот она огромная. Кажется, классно подойдет на длинные волосы. Совсем тонюсенькая, чуть-чуть больше. И вот такая вот M средняя. На видео я вам уже сейчас показываю распаковку этой плойки. Она была очень, так знаете, по-девчачьи упакована. Она розовая. И еще в наборе идут и вот такие вот заколки, 4 штуки. И такая вот расческа с широкими зубьями. В общем, это очень крутой набор. Здесь есть, в принципе, все, что вам нужно для того, чтобы сделать себе кудри на любую длину. Абсолютно. Или если у вас такие короткие волосы, если у вас волосы длинные. Неважно. Эта плойка справится с любой длиной. Также есть там специальная сумочка такая для того, чтобы складывать туда все насадки и саму плойку. Например, если вы берете ее с собой куда-то в путешествие. Перед тем, как посушить волосы, я нанесла на влажные волосы этот спрей. Это мой любимейший спрей из магазина DM. Langhar Methen Locken Halt Spray. Это то есть спрей, который делает локоны. И не то, что делает локоны, он их очень хорошо фиксирует. То есть, если я брызгаю этим спреем себе волосы, потом делаю себе локоны, то они держатся просто вот реально 2 дня. Обожаю его. Это уже моя вторая или третья бутылочка. Также нам понадобится расческа. В принципе, ничего особенного. Заколочки. И давайте будем начинать. Начинать я буду не с вот этой вот насадки, не с M. Я хочу начать вот с такой вот тонюсенькой насадки, потому что я сначала накручиваю нижнюю часть волос, чтобы было больше объема. И для того, чтобы накрутить мои маленькие вот эти вот коротенькие волосики, которые под низом, вот этой плойкой получится не очень, потому что она слишком толстая. Тоненькая самая то, моя конусная плойка примерно вот такого вот диаметра. То есть, в принципе, привычная. Здесь нет такой, знаете, привычной защелки. То есть, она здесь коротенькая, так как вы защелкиваете только кончик вашего волоса. Я эту плойку сама еще не тестировала. То есть, я вот вместе с вами первый раз сейчас буду делать кудри. Я только ее рассматривала и смотрела вот эти вот все насадки. И, естественно, когда я ее заказывала, то я знала, что здесь есть суперкрутая функция. Как вы видите, вы нажимаете на эту кнопочку и она накручивает ваш волос сама. Не знаю, как это работает. Надеюсь, у меня ничего там не оторвется вместе с этой накруткой. И вот здесь вы можете ставить налево, направо, смотря в какую сторону вы будете крутить. То есть, если мы здесь будем крутить налево от лица и здесь будем направо тоже от лица. Но давайте будем пробовать. Я вот сейчас поставила уже температуру. Я, наверное, немножко убавлю, чтобы не было так сильно горячо. Пока она греется, мы с вами сейчас отделим часть волос, которую я сейчас буду накручивать. В принципе, ничего сложного. В тиктоке я уже как-то показывала, как я делаю такие кудри. Я отделяю всю верхнюю часть. Я там ничего не вымеряю, никак там не высчитываю, где там какая часть волос должна быть. Я просто на глаз, чтобы они мне не мешались, отделяю и нижние волосы сейчас будем накручивать. Плойка у меня уже достаточно сильно нагрелась. Там, кстати, есть в наборе еще и перчатки для того, чтобы не обжечься. Но я очень не люблю в перчатках это делать, поэтому я буду по старинке. Итак, нам нужно решить, куда у нас будет крутиться наша плойка. У меня сейчас стоит здесь налево, как раз-таки налево мне и нужно. Ну давайте будем пробовать. Это получается, оно будет крутиться сюда. Так, кончик мы кладем вот так. И вот, смотрите. Сейчас попробуем. Наверное, надеюсь, ничего не отреться. Только я неправильно сделала, у меня она к лицу. Ну окей, первый локонкомом, будем считать, будет к лицу. Сейчас нужно, получается, отвернуть в какую сторону? Вправо, что ли? Может, неправильно? Она еще пикает, наверное, это значит, что все. Ну, хороший получился. Давайте поменяем тогда на вот эту сторону. Давайте попробуем еще раз. Как теперь вот так-то, по идее, должно быть это все дело. Так, нажимаем. Вау! Вот теперь правильно, смотрите, от лица. Я боюсь так сильно нажимать, она вообще быстро крутится. Но круто! Если у вас не получалось раньше плойкой накручивать локоны, то она все за вас сделает. Ой, прям в кудре-кудре. Они еще опадут, я надеюсь. Не будут сильно такими. Давайте с этой стороны попробуем, в другую сторону. Так, это значит, надо переключить. Так, если она будет крутиться туда, то, наверное, нужно сделать вот так и... Да, смотрите. Ну, это суперудобно, кстати. Тебе вообще ничего не нужно делать. Главное понять, в какую сторону крутишь. И все. Потом просто цепляете кончик, и он сам все закручивает. И вот такая вот кудряшка получилась. Ну и, в принципе, делаем все то же самое по нижней части волос. Ничего сложного. Сейчас сделаю нижнюю часть волос, чтобы это не длилось очень долго. И потом перейдем наверх и поменяем насадку. Так, ну что, нижняя часть готова. Все оказалось очень быстро и просто. И в целом я на эту прическу трачу на минут 20 максимум, если я ничего не записываю, ничего не объясняю. Я просто пришла, быстро сделала и ушла. Теперь я хочу тонкую насадку поменять на насадку М-очку, для того, чтобы кудри были больше сверху. И вот так она меняется. Вы просто откручиваете наверху вот эту вот пипочку. И затем вот так вот просто вставляете. Там такая резьба есть, и нужно в нее попасть вот сюда. Вот. Легко это все одевается и вот здесь вот закручивается. Сейчас подожду минутку, когда она нагреется. Наверное, лучше это делать в холодном виде, так что не повторяйте за мной. Но так тоже можно. В общем, теперь отсоединяем следующую часть волос. Примерно вот так. Я делаю это достаточно рандомно. То есть я опять-таки ничего не вымеряю. Я отделяю там какой-то кусок волос, чтобы мне просто не мешались все волосы сразу. Нижнюю часть волос я не расчесываю до того момента, пока я не сделаю все локоны. И только потом, когда все волосы уже остынут, я начинаю их расчесывать. И опять же, необычная расческа, вот такой вот, с широкими зубьями. Кстати, очень классно, что они положили в набор эту расческу. Здесь можно и по пробору разделить, и кудри расчесать. В общем, очень хорошо. Здесь, в принципе, мы делаем все то же самое абсолютно. Нам нужно докрутить. Вот так. И поехали. И вот видите, кудри будут уже получаться более, ну, более объемными, не такими мелкими, как внизу. Как я уже сказала, внизу очень неудобно накручивать большого диаметра плойкой. Вот видите, кудряшка получилась такая менее закрученная. Я не очень люблю, когда у меня прям вот такие вот кудри. Мне нравится больше, чтобы это было немножко как волна такая. Это очень удобно, скажу я вам. Не нужно там ничего себе самой закручивать. Она сама все делает. Реально очень-очень удобно. Еще и пикает, оказывается, когда все готово. И сейчас я сделаю эту часть волос и вернусь к вам. С этой частью волос, которую я только что отделила, мы уже закончили. И отделяю просто следующую часть. В принципе, все то же самое мы делаем на разных частях просто волос. Я отсоединяю, как я уже говорила, просто вот как карта ляжет. Потому что потом я все равно эти кудри собью. Я еще их перемещу на другую сторону. То есть я там не выверяю ничего и получается обычно нормально. Ну, как бы всегда получается по-разному. То есть это всегда не такой сюрприз, можно сказать. Но все-таки чаще всего это удачно. Тут мне не очень делать удобно, конечно, не от зеркала. Я просто смотрю в камеру. Кстати, когда она закручивает, то есть она же закручивается вокруг своей оси для того, чтобы вернуться в серединку. Здесь есть такая кнопочка, называется Home. И она возвращается к вам на вазу, так сказать. И делаем далее. Осталось буквально две прядки доделать. Я как-то боюсь нажимать все-таки быстро. Я вот аккуратненько так, чтобы все распределилось ровненько. Накручиваю. То есть вы поняли, если мы меняем насадку, то кудри получаются более такими волнистыми и не упругими. Если мы выбираем вот такие вот тонкие насадки, то, естественно, кудри получаются более упругими и получается прям такая спиралька четкая. Я такое не очень сильно люблю, поэтому сейчас хочу сделать вот такой. Но, с другой стороны, если вы хотите, чтобы ваши кудри держались дольше, то тогда выбирайте вот такие плойки. Допустим, иногда, когда я знаю, что мне утро, например, рано вставать, то я с вечера делаю вот такой вот, ну, примерно такого объема плойкой и у меня держатся всю ночь. То есть я их накручиваю, ничего с ними не делаю, не расчесываю, ничего, ложусь спать на утро, просыпаюсь, у меня они немножко опадают и становятся очень-очень такими симпатичными кудряшками. В общем-то, вы поняли систему, как я это все накручиваю, также отделяю заднюю часть и накручиваю, я накручиваю со всех сторон, то есть я хочу, чтобы со всех сторон были, конечно же, кудри, не только спереди. Поэтому сейчас доделаю все и вернусь к вам, покажу, как я это все укладываю в определенную форму, чтобы это все красиво смотрелось. Ну что, шевелюра моя готова. Теперь для того, чтобы все это закрепить, я не использую обычный лак, я использую текстурирующий спрей. Их огромное количество, есть и бюджетный от Taft, оставлю вам здесь картинку, если найду, потому что он как-то перевыпускался и у него менялась обложка, но вот у меня еще старый вариант есть. Но сейчас я люблю пользоваться вот таким вот текстурайзером от Christine S, не знаю, есть ли он еще в DM, вообще он был представлен в DM, такой более дорогой сегмент средств для волос от Christine S, там есть и шампуни кондиционераманские и так далее, и вот такой вот сухой текстурайзинг. Он очень крутой, он придает, знаете, структуру вашим волосам, текстуру и делает их более такими, не знаю, более не пушащимися, более красиво лежащими, и в то же время он их, конечно же, закрепляет немножко, то есть кудри потом держатся дольше. У меня сейчас уже немного остыли кудри и сейчас хочу пройтись, обычно я делаю даже не расческой самой, не самими зубьями, а вот этой вот нижней как бы палочкой я прохожусь просто по кудрям, иногда я вообще прохожусь просто руками и этого тоже достаточно становится. Как вы заметили, я ношу волосы чаще всего на эту сторону, но в принципе как хотите, на какой пробор, на прямой, на левую сторону, на правую сторону, как вам больше нравится, как вы больше привыкли. Теперь я нагибаю голову, хорошенечко взбалтываю мой текстурирующий спрей, наклоняю и просто вот так вот забрызгиваю. Кстати, очень приятно пахнет этот спрей. Немножко подержали, немножко распушили, перевернули и получается вот такая вот огромная шевелюра. Конечно же, эти кудри немножко еще опадут, немножко будут менее такими, знаете, прям накрученными. Вот здесь, конечно же, объем немножко уйдет. Для того, чтобы убрать лишний пух или как-то немножко освежить кончики волос, я использую обычно масло. Сейчас вот у меня такое Glossy & Long от Balea. Его нужно совсем немножко и вот действительно важно не переборщить, потому что если вы переборщите, то как бы будет, не знаю, жирный, жирный волос. И вы просто берете, наносите его на ладошки, растираете и просто вот так вот проходитесь по волосам вот этим вот небольшим количеством. Этого абсолютно будет достаточно для того, чтобы убрать пушок, немножко вот так пройтись по кончикам волос и ну как-то сделать их более живыми. и чтобы здесь ничего лишнего не торчало. И в принципе все. Вы можете немножко там распределить, как вам больше нравится. У меня там вроде как есть какая-то челка еще такая, знаете, немножко отрастающая и она у меня иногда торчит, но в целом результат получается примерно такой. Еще хочу добавить какие-то украшения. Обычно с такой прической мне всегда хочется добавить каких-то таких более крупных украшений, чтобы образ выглядел еще более праздничный, можно сказать. Опять же, у меня обычная тельняшка, если вы добавите сюда какие-то крупные серьги, вот такие кудри, это уже будет смотреться очень по-праздничному, можно еще накрасить эти губы красным, потому что, ну знаете, такой парижский стиль. Сейчас к вам вернусь. В принципе, это все. Больший объем у меня находится на правой стороне, но обычно это так и есть, потому что мне больше нравится делать пробор на правую сторону. Также я добавила вот такие вот сережки сайта Тему в виде сердечек. Сейчас очень популярными являются украшения в виде сердечек, различные кулоны. Вот здесь вы видите, у меня такой есть небольшой кулончик, думала, что он будет больше, но так тоже симпатично. Он висит на кожаной такой тесемочке. Мне кажется, все это вместе очень симпатично смотрится. И такие кудри, как я уже говорила, занимают мне буквально 20 минут, но всегда придают какую-то, знаете, праздничность, образу, делают вас сразу более такой женственной, как мне кажется. И надеюсь, что я понятно объяснила, как я это делаю. В принципе, ничего сложного нет. Каждый, мне кажется, накручивает волосы так, как нравится. И сегодня, конечно же, мне больше всего хотелось попробовать накрутить те же самые локоны, которые я делаю очень часто, вот этой вот плойкой. Мне очень понравилась. Это марка Best Duty, наверное, так читается. Покажу вам поближе, прочитайте сами. Вот так вот она выглядит. У нее очень большой диапазон температуры, то есть вы можете выставить как на очень низкую температуру, так и на очень высокую. Она очень качественно сделана. Мне очень нравится, что тут много насадок, что тут есть и заколки, и расческа. В общем-то, других плойок и не нужно. Она отлично накручивает. Сейчас я выключила, вот она остывает у меня. Она крутится вокруг своего провода, что тоже удобно. Провод не будет накручиваться. Ну, конечно же, вот эта опция накрутки, как бы волос, это тоже очень прикольно. Поэтому, да, могу посоветовать. Такая насадка огромная подойдет, например, если у кого-то есть челка, можно накрутить, чтобы она так красиво лежала. Если у вас очень короткие волосы, можно воспользоваться вот такой плойкой насадкой. И здесь, кстати, два варианта. Это S и есть еще S1. И посмотрите, это единственная насадка, у которой длинная защелка. Если вы привыкли накручивать волосы именно длинные, вот такой вот как бы за щелкой, прищепкой, то вот здесь тоже есть. Но я такой не люблю. Я чаще всего вообще ими не пользуюсь. То есть я чаще всего беру и просто вот так вот накручиваю, ничем не прищипываю, просто здесь держу за кончик. И, конечно же, используйте средства для того, чтобы ваши локоны держались дольше. Если локоны у вас не держатся хорошо, это еще не значит, что у вас вообще никогда этого не получится. Вам нужно просто подобрать подобающие хорошие средства. Вы можете взять пенку для волос. Я очень часто использую пенку в тех случаях, когда мне нужно, чтобы мои волоконы держались вообще железобетонно, чтобы они вот у меня, как я их накрутила, так они у меня и лежали в течение желательно двух дней. И тогда я беру пенку, если мне нужно на ближайшее время, то вот этот спрей, конечно же, текстурирующий спрей. Без масла, конечно, можно обойтись, но опять-таки с маслом ваша укладка будет выглядеть более ухоженной, менее пушащейся, особенно если ваши волосы склонны к пушнини, к такой, что у вас торчат везде какие-то антенки, то масло это все исправит. Надеюсь, вам было интересно и самое главное полезное. Если вам эта плойка понравилась, то могу оставить ссылку на Amazon, я заказывала именно там ее. Можете посмотреть, присмотреться, так сказать. Мне она очень понравилась и, как я уже сказала, это просто универсальнейший продукт, которым можно накрутить любую длину волос, любую форму кудрей сделать, более упругие, менее упругие, просто волны. Поэтому переходите, смотрите. Ну и я с вами буду, конечно же, на этом уже прощаться. Если вам это видео понравилось, то, конечно, ставьте пальчики вверх. Если не понравилось, ставьте пальчики вниз. Это тоже реакция, это тоже способствует продвижению моего канала. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет еще много всего интересного и полезного. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока.